ПРАВО НА ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ И ОТДЫХ Страна отмечает 104-ю годовщину Октябрьской революции. Как еще этот день повлиял на ход истории? Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Подготовка к референдуму, изменения ноября и продолжительные смены. Минтруда и соцзащиты установила расчетную норму рабочего времени на 2022. Как будем трудиться? Безковидный бэкграунд. Белорусские санатории предлагают реабилитационную терапию. Программа включает комплекс лечебно-оздоровительных и диагностических процедур. Где восстановиться после короны? Шоппинг-лист. Соцработники бесплатно доставляют продукты одиноким пожилым людям. Девочки хорошие, такие сердечные работают. Всегда помогут. Как воспользоваться услугой? Он особо опасен для переболевших коронавирусом. В Бобруйске продолжается вакцинация против гриппа. Почему не стоит пренебрегать прививкой? Вспомнив, какая была эпидемия в 2010 году, как было страшно. Елка желаний. В городе пройдет благотворительный новогодний марафон. Можно будет подарить подарок одному из ребят. О чем мечтают наши дети. Магнитная буря, вырубка леса и нехватка персонала. Американская авиакомпания отменила более 2000 рейсов за 4 дня. Как так вышло? Красный день календаря. Так и не иначе о нем говорят в народе. 7 ноября – день Октябрьской революции. 104 года назад ход мировой истории был развернут на 180 градусов. Спустя не одно десятилетие о событии такого масштаба знают, помнят и чтят. Традиционно в преддверии праздника по всей стране возводятся новые социальные объекты. Этот год не исключение. В Могилеве президент лично присутствовал на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов областной клинической больницы. В 2021-м она отметила полувековой юбилей. При этом медучреждение на передовой по внедрению современных методов и технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Бобруйск это воскресное утро встретил на площади Ленина. Какие прекрасные у нас дороги, какие прекрасные у нас населенные пункты, какое прекрасное у нас образование, я вам скажу, какое прекрасное у нас медицина, и какое прекрасное то, что мы покой имеем и можем ходить ночью с детьми, посвященному городу гулять. Вот что такое наша революция. Цветы к известному памятнику несли представители коммунистической партии, исполнительной власти и общественности. Этот день стал символом преобразования жизни, памяти об энтузиазме первых советских строек, преклонения перед мужеством тех, кто защищал родину, кто верил в светлое будущее и шел на подвиг во имя идеи. Революция 1917 года стала одним из самых значительных событий 20 века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, образование и отдых. Для нашей республики события той поры открыли путь к национальному самоопределению и собственной государственности. С именем Октябрьской революции мы связываем многочисленные победы, свершения и трудовые достижения народа, которые и сейчас продолжают оставаться предметом нашей особой гордости. Благодаря Октябрьской революции белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогател национальную культуру. Сегодня Беларусь уверенно идет собственным путем развития. Созидательный труд, стремление к социальной справедливости, уважение к истории и традициям – главные факторы консолидации белорусского общества. Какова роль коммунистической партии в наши дни, узнаем прямо сейчас. Юрий Владимирович, спасибо за возможность поговорить с вами. Если можно, для зрителей представьтесь, кто вы, откуда вы. Меня зовут Василий Юрий Владимирович. Я являюсь первым секретарем Бобруська, городской партийной организации Белоруссии. В Бобруське уже живу больше 20 лет. В партии я состою уже 23 года. И первым секретарем уже являюсь 12 лет. Тогда о Октябрьской революции. Прошло 104 года. На ваш взгляд, почему до сих пор дата важна для всей страны? Да, вы знаете, цифра очень большая. Все-таки 104 года – это больше века, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Конечно, кто-то может считать, что это когда-то был бунт из людей. Кто-то считает, что это революция. Ну, мы не будем говорить о взглядах людей, это их взгляды, и мы не будем спорить и доказывать. Но очень важнополагающий один момент, который вынесли мы из этой революции. Это первое, что мы приобрели самостоятельность. Первое. Второе. Тот лозунг, который говорил Владимир Ильич Ленин когда-то, что земля крестьянам, а фабрики рабочим, ведь это же воплотилось в жизнь на самом деле. Ведь люди стали хозяевами своей жизни. Люди действительно получили работу. Люди получили соответствующее образование. Ведь люди начали, люди действительно боролись за тот кусок земли, где можно посеять и посадить, вырастить потом, и, естественно, употребить. Поэтому вот эта вот революция, она это принесла. Тогда о делах настоящих. Что из себя сегодня представляет коммунистическая партия в Беларуси? Коммунистическая партия представляет это, будем говорить, такой структурный, будем ком, который существует в Республике Беларусь. Она имеет свои структуры, свои в районах, в городах. Имеет центральный комитет, центральную структуру. Это, естественно, имеет свои программные документы, имеет свой устав в программу. И, соответственно, имеет все счета в банке и так далее и тому подобное. Это самостоятельная политическая партия, которая направлена своим курсом по строению социализма. Естественно, как и любая политическая партия. У нас имеется свой устав в программу, которую мы выполняем. На сегодняшний день находится в нашей компарте около 6 тысяч жителей Республики Беларусь. И, естественно, мы еще раз подчеркиваем и еще раз говорим, и это мы не отрицаем, что мы стремимся к построению социализма, развитого общества. Как это добился Китай в свое время? На сегодняшний день они превзгласили на съезде в 100 лет компартии, что действительно Китай построил социалистическое общество. А ведь многого не надо для построения социалистического общества. Это надо людей накормить, людям дать образование, людям обеспечить жилье. Слово об образовании. Катойске интервью я вчера зашел на сайт компартии. И нужно сказать, что в центральном аппарате находятся довольно известные для всех белорусских людей, например, министр образования. Да, действительно. Игорь Васильевич Карпенко действительно давно уже находится в центральном аппарате. Он одно время был первым секретарем ЦК. Потом, когда стал министром образования, он стал вторым секретарем ЦК. Он с нами, он нам помогает. Ну, стал вторым секретарем для того, чтобы больше уделять. Да, чтобы больше уделять работе Коммунистической партии. Почему-то потому, что все-таки должность не позволяет, может, так и расшириться и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, Игорь Васильевич присутствует на всех мероприятиях, которые проводит политическая партия. И он принимает участие в пленном ЦК и выступает там. Поэтому, вы знаете, мы очень рады, что среди нас есть вот такие люди. Как стать членом партии? Как стать членом партии? Членом партии надо стать первым. Надо, значит, хотя бы ознакомиться с уставом и программом. Нормативными документами, которые, естественно, требуют соответствующие документы. Прийти сюда в городской комитет, написать заявление и решением пленному горкома человек принимается в партию. Но есть одно но, которое обязательно для выполнения всем членам партии. Это обязательно уплата партийных взносов. Это уставная норма. От этого мы никуда не денемся. Поэтому, естественно, и требования такие существуют, что мы должны обязательно платить партийные взносы. Так как мы на них живем, осуществляем соответствующую работу. Осуществляем, вот вы находитесь в помещении горкома партии, который мы ремонт делаем за свои партийные средства. Взнос большой? Один процент от всех доходов. Чем занимается городской комитет? Первое. Естественно, это принятие участия во всех политических мероприятиях, как республики, так и города. Это особенно выборная кампания. Естественно, в связи с изменением дополнения в Конституцию, у нас появится, конечно, шанс более расширить, активизировать эту деятельность. Естественно, будет под Конституцию и разрабатываться закон о политических партиях и общественных объединениях. Поэтому первостепенная задача – это принятие активного участия в политической жизни города и республики. Это первое. Второе. Естественно, принятие участия в мероприятиях, проводимых у города. Это акции всевозможные, как мы принимали участие в прошлом году после выборов президента. Это возможные мероприятия, имеющие политические взгляды. Например, активное участие мы очень приняли в разработке, внесении изменений дополнений в Конституцию. Мы принимали активное участие на площадке, которая была создана в городе, где мы принимали активное участие по изменению дополнений в Конституцию Республики Беларусь. То есть, вот, конечно, сразу хочу сказать, что, может, мы не выпячиваемся, мы не выходим до площадя, не выставляем там какие-то требования политические и так далее и тому подобное. Мы партия, которая знает свою позицию, знает, куда мы идем, за что мы боремся и так далее и тому подобное. Мы не проявляем реакционных, так сказать, положений в адрес правительства президента. Мы его поддерживаем. И все-таки сегодня праздник, что бы вы пожелали бобручанам? Ну, первое, как бы банально ни звучало, это нашим уважаемым, дорогим бобручанам хочу пожелать здоровья. Это первая очередь. Вторая очередь. Второе, не забывать свою историю. Как-никак. Это все-таки наша история. Все-таки была там революция, не было там этой революции. Вот. Но это наша история. И мы должны ее помнить. Потому что, если мы не будем помнить историю, то у нас не будет и просто будущего. Вот. Это второе. Третье. Хочу, конечно, всем сказать, нашим жителям. Город Бобрусь цветет красивее. Надо нам тоже все больше и больше вносить или принимать участие, вносить свою реплику в создании и обустройстве города Бобруська. Чтобы он стал краше, красивее и могучее. Вот только тогда, может, в этом мы будем едины. И поймем, что все-таки можно сотрудничать и с общественными объединениями, и с политическими партиями. Когда у нас будет достаток, мир и спокойствие. И я желаю нашим уважаемым бобрущанам. Спасибо. Финансовая поддержка, авансовый платеж и звездные гости. В Минске пройдет международный фестиваль, что пополнит калейдоскоп кинолент. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. ЦИК Беларуси начал подготовку к референдуму. Точная дата его проведения пока неизвестна. Ее объявит Александр Лукашенко. Об этом заявила глава ЦИК. Лидия Ермошина отметила, Центр избирком уже запросил финансирование на проведение. Для того, чтобы необходимая сумма была запланирована в республиканском бюджете. Президент Беларуси распорядился выделить Минздраву 140 миллионов рублей из резервного фонда главы государства. Деньги направят на приобретение вакцин против COVID-19, а также противоопухолевых, противотуберкулезных, сердечных и других лекарственных препаратов. Это позволит обеспечить качественное оказание медицинской помощи, в том числе плановой. Бесперебойную поставку в организации здравоохранения лекарственных средств, включая вакцины. Ноябрь принес в Жить Беларусов ряд изменений. Повысился бюджет прожиточного минимума, вместе с ним и социальные пенсии. Также увеличились выплаты детского пособия и по уходу за инвалидами. Изновшеств повышение зарплаты у строителей и подорожание сигарет. Министерство труда и социальной защиты установило расчетную норму рабочего времени на 2022. Согласно документу, при полной занятости, а это 40 часов в неделю, расчетная норма в пятидневку – 2037 часов, в шестидневку – 2038. В первом случае продолжительность труда составит 8 часов в обычный день, в предпраздничный – 7. Во втором норма рассчитывается, исходя из 7 рабочих часов ежедневно с понедельника по пятницу и 5 часов в субботу. В предпраздничные дни – 6 и 4 часа соответственно. Владельцам электромобилей не требуется уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу. Сейчас профильное ведомство прорабатывает вопрос о получении от компетентных органов уточненных сведений о перечне машин, которые относятся к категории электрокаров. Владельцам зеленых авто, если они получат извещение, проведут перерасчет и аннулируют справку. Международный кинофестиваль «Листопад» пройдет не только в Минске, но и в регионах страны. С этого года организатором форума выступает «Беларусьфильм». Лейтмотив – общечеловеческие ценности. К слову, заявки подали 54 страны. Жюри отобрало более 30. Цены на билеты – от 4 до 7 рублей. Приобрести квиток можно с 12 ноября. Сам фестиваль пройдет с 20 по 26 число. Нарушение обонения или вкуса, головные боли, часто меняющееся настроение, плохой сон, необъяснимые скачки давления, проблемы с суставами и быстрая утомляемость – все это испытывают люди, которые перенесли коронавирус. Здесь на помощь приходят специальные программы белорусских здравниц. На реабилитацию сегодня немало тех, для кого даже легкая форма не прошла бесследно. У Жанны Фоминцевой вторая неделя реабилитации. Коронавирусную инфекцию у женщины диагностировали в конце сентября. Ковид дал осложнение и только на легкие, но и на печень. После лечения в стационаре горожанка приобрела путевку в санаторий «Шинник». Для каждого пациента здесь уникальная программа. Первый в списке – кислородный коктейль. Ну вот за неделю пребывания в санатории, конечно, у меня уже лучше стало состояние. У меня был очень высокий пульс. Вот сейчас уже он как-то стабилизировался. Лучше уже как-то стало себя немножечко чувствовать. Потому что неделю назад я просто не могла даже ходить. Постковидная реабилитация включает в себя особую дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру с упражнениями на крупные группы мышц. Основная задача которых – улучшить кровоток и повысить выносливость к физическим нагрузкам. Начнем лепост дыхательного упражнения. Исходное положение – ноги по ширине плеч. Занятия проходят каждый день. Группы небольшие – до пяти человек. ЛФК длится всего 15 минут. Но результат – на лицо. Медики отмечают – отдыхающие настроены позитивно. Изменения в теле и эмоциональном состоянии видны уже спустя несколько тренировок. Влияет на повышение общей выносливости организма, работоспособности. Это увеличивает крово-лимфообращение в легких, в легочной ткани. Это профилактика различных осложнений, особенно при длительном малоподвижном образе жизни, после длительной болезни. Это навыки правильной осанки, закрепление навыков правильной осанки. Мощное средство для улучшения кровоснабжения и повышения иммунитета – внутривенное лазерное облучение. Ощутимый терапевтический эффект наступает после 2-4 сеансов и сохраняется в течение полугода. Продолжительность лазерной терапии до 30 минут. Есть и другие, не менее эффективные процедуры. Популярный метод лечения – спелеотерапия. Сеанс длится 20 минут. Воздух похож на морской. С его помощью легко можно бороться с заболеваниями дыхательных путей. Санаторий «Шинник» пользуется спросом не только у белорусов, но и у жителей России, Израиля, Казахстана и Украины. Цена путевки варьируется от 830 до 1300 рублей. В стоимость входит психологическая реабилитация, водолечение и ингаляция. Сама здравница рассчитана на 200 мест. Сейчас свободных всего 8. Приглашаем всех желающих в санаторий «Шинник» для восстановления после перенесенной COVID-инфекции. Программа включает комплекс лечебно-оздоровительных и диагностических процедур. Длительность программы около 14 дней. По статистике, более половины людей, которые перенесли коронавирус, продолжают бороться с его последствиями даже спустя несколько месяцев после острой фазы. Всемирная организация здравоохранения детально описала признаки постковидного синдрома. Среди главных названы одышка, повышенная утомляемость и нарушение памяти. Сегодня восстановлением здоровья в Беларуси занимаются порядка 70 санаториев. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Особенный эпид-сезон. В Беларуси впервые параллельно проводят две масштабные вакцинации. Иммунизацию против гриппа решено продлить на месяц – до 1 января. В этом году пациентам бесплатно предлагают российский препарат «Гриппол-Плюс». Можно привиться платным французским. Сейчас в городе вакцинировано 25 тысяч человек. В масштабах всей страны свыше 753 тысяч. Мы вакцинируем группы риска, у которых высокий риск заражения и тяжелого течения заболевания. К ним относятся дети до 3 лет, беременные женщины, взрослые, имеющие хронические заболевания, лица пожилого возраста. Особенность вакцинации детей от 6 месяцев до 3 лет заключается в том, что вакцина вводится в два этапа с интервалом в 3-4 недели. Медики бьют тревогу. Наслоение вирусов может привести к еще одной мутации. Врачи называют ее микс инфекцией. Именно поэтому крайне важно не допустить слияния штаммов. Сделать это можно единственным способом – создать коллективный иммунитет. Привиться и от коронавируса, и от гриппа. Заполнить холодильник, не выходя из дома. В Бобруське действует доставка продуктов и лекарств для одиноких пенсионеров и инвалидов. За товары, конечно, нужно заплатить, а вот привезут бесплатно. Ольга Васенда о том, как работает услуга. Алло, здравствуйте. Это социальная служба? Антонина Щербаченя впервые пользуется услугой по доставке продуктов. Раньше, признается женщина, в магазин просила сходить друзей и соседей. Купить лекарства и вещи первой необходимости не для всех так просто, как может показаться. Особенно, когда есть проблемы со здоровьем. У Антонины Сергеевны вторая группа инвалидности, а из родственников не души. Многое, что я сама справляюсь, как бы так. Но социальный центр, я знаю про его, что люди очень отзываются хорошо о нем. Это там девочки хорошие, такие сердечные работают. Всегда помогут. И когда я обращаюсь, всегда помогают. Это вот правда. Соцработник спешит на помощь. После звонка не проходит и 20 минут. Первым делом уточняет пожелания пенсионерки. Все детали записывает, сколько, где и что купить. Деньги берет под роспись. После обсуждения деталей направляется на рынок или в ближайший магазин. К нам обращаются пенсионеры, одинокие граждане пожилого возраста. Доставка продуктов, лекарственных препаратов. Мы приходим к людям. Неоднократно кто-то обращается. Кто-то по состоянию здоровья и в связи с эпид-обстановкой не может пойти купить продукты. Приносим продукты. Люди очень довольны качеством и обслуживанием нашего центра. Доставка не требует лишних затрат. Услуга бесплатная и безопасная. Сотрудники Центра социальной защиты работают в масках и перчатках. Без лишней надобности в квартиру не заходят. После покупок возвращают сдачу и предоставляют чеки. Услуга «Горячая линия» по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов, она, на мой взгляд, очень удобна для людей пожилого возраста. Лишний раз не нужно ходить в магазин. Достаточно набрать номер телефона, и к вам придет волонтер, возьмет необходимую сумму денег и ваш заказ и выполнит это все в ближайшем магазине. «Горячая линия» в Центре социальной защиты работает еще с марта 2020-го. С тех пор зарегистрировано свыше 1380 заявок. «Горячая линия» Центра социального обслуживания. Здравствуйте. Ковидный период стал серьезным вызовом для граждан, которые находятся в зоне особого риска. Одиноко проживающих людей и инвалидов в стране сейчас около 800 тысяч. В Бобруйске продукты питания и лекарства нуждающимся. Специалисты доставляют по будням с 8 до 17. Телефоны «Горячих линий» на ваших экранах. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Сколько стоит детская мечта? Бобруйск вновь проведет благотворительный новогодний марафон. На протяжении двух недель гостями праздничной студии телеканала «Бобруйск-360» станут руководители организации, бизнесмены и представители общественности, которые неравнодушны к судьбам маленьких белорусов. Благотворительный марафон «Подарим детям сказку» стартует 14 декабря в рамках республиканской акции «Наши дети». У нас будет наша традиционная рождественская елка, на которой будут находиться, скажем так, волшебные конвертики. Сорвав один из них, можно будет подарить подарок одному из ребят, находящимся в нашем социальном приюте. Этой зимой марафон продлится до новогодней ночи. Внести свою лепту в доброе дело может каждый – перевести любую сумму на специальный счет. Собранные деньги направят на оказание помощи сиротам, детям-инвалидам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Крушение авиасудна, детская вакцина и солнечная вспышка. На землю обрушилась самая мощная магнитная буря за последние несколько лет. На что это повлияло? Далее обзор громких мировых заголовков. В Иркутской области потерпел крушение Ан-12. Грузовой самолет белорусской авиакомпании пропал с радара в среду около полудня. После падения он загорелся. Для идентификации тел будет проведена ДНК-экспертиза. На борту находились 9 членов экипажа – граждане России, Белоруссии и Украины. Все погибли. Среди основных версий авиакатастрофы – ошибка пилотирования при заходе на второй круг. Погодные условия и техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело. В США будут прививать детей от 5 лет препаратом Pfizer. Такое решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний. Ранее возрастную планку держали на уровне 12 лет. Решение профильная комиссия поддержала единогласно. Президент Джо Байден назвал это переломным моментом в борьбе с COVID-19. American Airlines была вынуждена отменить более 2000 рейсов за 4 дня. Все дело в нехватке персонала. В прошлом году компания призвала тысячи работников уволиться из-за пандемии. В этом полеты восстановились быстрее, чем ожидалось. Первоначально авиаперевозчик объяснял сложности погодными условиями в самом загруженном узловом аэропорту Далласа. Вырубка лесов должна быть прекращена к 2030-му. Такое обещание дали более 100 мировых лидеров на климатическом саммите в Глазку. Эксперты отмечают предыдущее соглашение. Подписанное в 2014-м государство не сдержали. К слову, древесные массивы играют важную роль для климата. Понижается средняя температура и уменьшаются ее перепады. Также чаще выпадают осадки. Мощная магнитная буря внезапно обрушилась на Землю. Метеорологи уже назвали ее крупнейшей за последние несколько лет. Индекс геомагнитной активности увеличился до 7 при максимальном значении 9. Причиной аномалии ученые называют сильную солнечную вспышку. Нестабильность магнитного поля Земли особенно отразилась на метеозависимых людях. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруиск-360 и я Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.